Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вчера я показывала, как я развешиваю йод у себя в теплице. А сегодня хочу поговорить, особенно донести до тех, у кого нет теплиц, что йод применять можно не только в теплице. И опытные огородники применяют его и в открытом грунте, и еще при выращивании рассады, уже еще зимой. Сейчас расскажу о пользе йода вообще не только в теплице, и о том, как можно будет применять его в течение лета. Ведь многие слышали, что йод у нас входит и в состав различных вот этих опрыскиваний, когда мы летом обрабатываем посадки, и это не только томаты. Потому что овощи, так же как и мы, нуждаются вот в этих свойствах йода. Все вы знаете, что мы его применяем как антисептик, как обеззараживание. И я вчера уже говорила, что в теплице, когда помидоры, находясь постоянно во влажной среде, они очень рискуют получить вот это гнилостное заболевание, фитофтору. И йод хорошо подавляет грибковые инфекции. Но я еще уточнила, что на ранних стадиях, если томаты уже заболели, то опрыскивать или там развешивать йод, это уже бесполезно. А вот после высадки в теплицу, когда еще у вас хорошая земля, здоровые томаты, можно делать обработки йодом. И огурцы тоже. Я все забываю про огурцы, но вот после высадки в теплицу обработать йодом огурцы, это правильное решение будет. Это тоже продезинфицирует их, убережет от грибковых заболеваний. Потому что йод, у него есть такое свойство, он именно вот эти все болезни, еще в самых зачатках уничтожает. Если я говорила про теплицу, что он быстро испаряется, то во время приготовления поливов или опрыскиваний, он действует моментально, потому что он очень активно вступает сразу в контакт. Про рассаду. Вот еще, когда у вас рассада, я не говорила об этом, но что-то упустила, но многие опытные огородники поливают раствором йода рассаду. Это убивает все грибковые и черную ножку, и корневые гнили. Но только с йодом нужно очень-очень осторожно обходиться, нельзя злоупотреблять. Одной капли на трехлитровую банку воды хватает, чтобы полить под корень рассаду томатов, например. Это и увеличивает урожайность, и убивает все болезни. Потом, когда вы высадите в грунт, можно провести еще один такой полив, ну полив или подкормка, как это называется. В ведро воды добавляют всего три капельки. Не злоупотребляйте, не добавляйте много йода. Он очень резкий, может сжечь молодые листики. Для опрыскиваний также на 10-литровое ведро капают всего 5-10 капель, не больше. Два-три раза опрыскиваете за весь сезон, этого достаточно. Потом, есть йод в составе вот такой обработки, когда делают сыворотку. Литр сыворотки, 9 литров воды, ну на 10-литровое ведро я говорю, 1 столовую ложку перекиси водорода и от 10 до 20 капель йода. Опрыскивайте, все. Вот йод можно применять в течение всего сезона. Если вы будете обрабатывать йодом, будет меньше возникновения фитофторы. Все, это для тех, у кого нет теплицы, что йод можно применять и в огороде. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok